Сегодня мы выяснили, что можно по почерку понять вообще и характер человека, собственно говоря. Ну а также хотелось бы узнать, а есть ли почерк у сурдопереводчика? И у нас в студии очень интересный гость. Это не сурдопереводчик, но человек, который умеет и знает. Это актриса драматического театра «Омнимус» из города Златоуста. Именно сегодня приехала. Приехала с утра в 25-градусный мороз. Виктория Фролова. Доброе утро, Виктория. Доброе утро. Здравствуйте. Куда? Смотрите. На нас. Хорошо. Виктория, спасибо вам огромное, что вы приехали из Златоуста. Это прям очень радует. И, конечно же, мне кажется, до самого утра это прям бодрит. Бодрит, очень бодрит. Погода у вас, скажите, похолоднее или нет? У нас холодно. Холодно. 25 метров в секунду. Ветер и минус 25. Ну что, я предлагаю все-таки чуть-чуть посмотреть видео. У нас есть видео с вами. Чтобы все понимали, о чем мы говорим все-таки, да? С удовольствием. Давайте. Вот сейчас будет вот здесь. Виктория, это вы. Я теряю тебя в этой мутной толпе. Я теряю тебя по крупицам, по клеткам, с каждым мигом пронесшимся на высоте. Теплота выступает паутинам и сеткам. Я теряю тебя, мне тебя не найти. Я теряю тебя постепенно, построчно, по простому, Как залужка без десяти. И послужу, как фортепиано настройщик. Теплота выступает паутинам и сеткам. Я теряю тебя, словно звук, словно вкус. Забываю записывать поздно, забыто. Я теряю казах, я теряю тумус. Я теряю альцгеймер. Убита, убита. Моя память убита, и ты вместе с ней. Умирай, умирай, не проси подаянии. Я теряю людей, я теряю людей. Я теряю наследников, имя теряя. Я теряю тебя, я теряю тебя. Я прям погрузилась в тот день. Что это было вообще? Что это за эксперимент? И как все это получилось, организовалось? Началось с того, что Николай Валяев, наш фотограф, предложил мне, сказал, есть такой клип, Be My Valentine, по-моему, там Джонни Депп, Кира Найтли, или я их все время путаю. В общем, они поют Be My Valentine. Я думаю, боже, как это здорово. И мы долго-долго искали песню. И потом вдруг как-то, я уже, если честно, не помню, кто ее предложил отдавать. Я говорю, отдавай. Мы позвали Елену Ширяеву на май, я в Дошину посоветовала. В общем, как-то вот таким содружеством мы решили ее сделать, эту песню. То есть вы вообще языком не владеете? Нет, абсолютно. Но у меня всегда была мечта, потому что мой дедушка, у него были друзья, которые вот знают этот язык жестов. У меня мой муж знает этот язык жестов. У меня двоюродный брат, просто тоже вот, к сожалению, так получилось, что он не слышит. Слушайте, к сожалению, нет, я не знаю, потому что эти люди удивительно эмоциональные. Вы когда-нибудь видели, как они разговаривают? Я всегда с открытым ртом смотрю, потому что столько эмоций. Это вот вроде тишина, ощущение такое, что они все время что-то громко-громко-громко говорят. Я просто имею в виду, что вот я смотрела вчера этот клип, и я понимаю, мне кажется, что вы прям владеете этим языком, насколько вы четко это все делаете. Передью театр тишины организовать, понимаете? Вот эти спектакли делать для людей, которые разговаривают только руками. Мне кажется, там такие эмоции, там все живое, там невозможно обмануть. А вы специально у какого-то человека одного? Елена Ширяева. Елена Ширяева, она сурдопереводчик, именно она, да? Она сурдопереводчик, да. И вот она как раз сказала по поводу того, что нужно делать все жесты четко, потому что если их делать размазано как-то, то может другой смысл просто возникнуть. Естественно. Серьезно? У меня вопрос, скажите, пожалуйста, сколько раз вы плакали за этот эксперимент? Слушайте, я плачу до сих пор. Потому что это невозможно, да, мне кажется. Я когда вижу, я все и честно вам скажу, чтобы, ну, я понимаю, утро нельзя это все, но я посвятила этот клип своему дедушке, которого я потеряла, и теперь смотря туда, я погружаюсь каждый раз в это. А вот вы общались со специалистом, есть ли какие-то вот индивидуальные оттенки у почерка? Мы сегодня про почерк разговаривали. Да, я знаю. Да, и у них, вот у сурдопереводчиков или у людей, которые, ну, не слышат, а говорят вот на этом языке, у них есть у каждого свои особенности, то есть почерк у этого языка тоже есть. Я думаю, да, у нас же есть интонация, а это для них, наверное, тембр голоса, конечно. Один кто-то может так делать, а кто-то так. Это уже тоже эмоция. Кто-то может так показать, а кто-то. Ласка. Вы чего-то нового почерпнули из этого опыта? Конечно, глубину. Глубину, вот эту глубину тишины, когда ты не можешь сказать, потому что мы же можем крикнуть, сказать тише, громче как-то, вот владея голосом, а здесь только глаза и только жесты. И вот после этого мне и возникло такое желание сделать вот это что-то, потому что, мне кажется, это будет незабываемо для всех. Мне кажется, да, вы действительно поняли, наверное, что не только в словах есть правда, да? Да. Это хорошо, это здорово. Спасибо вам огромное за то, что вы приехали. Напомню еще раз из Златоуста, между прочим, там приехал человек, а также хотелось бы сказать, что Светлана Сурганова даже опубликовала вашу пробу эксперимент. Да, и они просят еще, я вам открою секрет. Да, фанаты Сургановой пишут, говорят, скорее, скорее. Тогда почему? Все будет. Все будет обязательно. Виктория Фролова пообещала, актриса драматического театра, омнибус, приехавшая к нам из Златоуста. Спасибо вам большое. Спасибо. Великолепный клип. Да. Спасибо.